Еще раз приветствую всех. В начале проповеди хотел рассказать историю, которую, наверное, многие знают. Я часто ее рассказываю, потому что она... Мне очень сильно эта история, этот опыт меня вдохновил. И кто слышал, я повторюсь еще раз, а кто не знает, услышите впервые. Было это в 2015 году. Я должен был ехать в Белоруссию. В то время я часто передвигался, ездил очень много по стране. И я помню, как-то перед этой поездкой я молился, чтобы Бог послал мне человека, кому я могу рассказать о нем. И Бог ответил на мою молитву. Ну, я должен был ехать в поезде. Я помню, что я просил Бога, чтобы был человек, который сам заговорит со мной. И я пойму, что это именно тот человек, кому я должен рассказать это. И я сажусь в поезд, и в минводах садится женщина. Садится женщина. И мы едем какое-то время. Она смотрит. У меня лежит Библия на столике в поезде. И я беру, читаю ее, ложу, и она спрашивает меня, это Библия, Гори? Я говорю, да. У меня была тогда черная маленькая Библия такая в переплете, в кожаном. И она была, как бы, вся подчеркнутая, все тексты, которые я находил там интересными, я подчеркивал, чтобы запомнить их. И вот она спрашивает меня, это Библия? Я говорю, да. И она говорит, ну ты же, говорит, мусульманин. Смотрит на меня и говорит, ты же мусульманин, говорит. Ну, и я спрашиваю, а мусульманам нельзя читать Библию? Она говорит, нет, говорит. Ну, а ты понимаешь, говорит, ее? Я вот хожу, говорит, в церковь и, говорит, Библию я не понимаю, говорит. Ее нужно читать так, чтобы, говорит, тебе потом объяснял батюшка, что там написано. И я думаю, как я буду с ней говорить? И она у меня спрашивает, у тебя духовное образование есть какое-нибудь? И, ну, ты батюшка? Или я говорю, нет. И я думаю, буду, что я буду говорить этой женщине? Но понимаю, что, наверное, Бог послал ее для чего-то, и, ну, ему лучше знать. И потом она, я говорил, что в Библии все доступно написано для человека, чтобы он понимал. И я говорю, наверное, батюшка просто лучше разбирается, но вы можете сами читать, и здесь, я говорю, четко написано все. И мы, она потом говорит такую фразу, у меня соседи, говорит, субботники, они говорят точно так же, как и ты, что человек должен сам изучать Писание. Я думаю, ну, это все уже. Дальше, сейчас я скажу, что я субботник, и все. На этом можно не разговаривать дальше. И двое суток мы будем ехать без общения, да. Ну, хватило мудрости не говорить, что я субботник. Я просто сказал, что, ну, я изучаю Писание. И если вам интересно, я говорю, есть места, которые вы не понимаете в Писании. Вот есть, если вы читаете Писание, то у вас есть места, которые вы не можете понять. Давайте будем вместе рассуждать просто. И она говорит, ну, давайте. Она охотно отозвалась, и мы начали читать. Очень много вопросов у нее было по прощению грехов. И мы читали тексты, я не помню, какие мы подбирали, сейчас не могу вспомнить их, но мы очень плодотворно говорили о молитве, о законе потом начали говорить, как грех появился на этой земле. Ну, в итоге мы несколько стихов и о субботе читали. И она была поражена и говорит, ничего себе, это в Библии написано. Я говорю, да. Я помню, что я всегда читаю Иезекииля 20 глава, 20 стих. Пусть субботы мои будут знамения между мной и вами. И для нее было это откровением. Что значит знамением? Мы рассуждали, и она говорила, что вы мои, что вы как бы это, да, и о творце говорили, и что суббота – это последний день творения, это печать Божия о творении. Ну, много мы говорили, и потом она меня спрашивает, ты субботник? Я говорю, да. Я утвердительно кивнул. И она больше ничего не сказала. Это были уже вторые сутки. Вторая ночь приближалась, и она легла спать. Я тоже лег спать. И среди ночи я проснулся от того, что она сильно плакала. И я помню, что я вскочил и думаю, что случилось, как бы это. Она женщина, она пожилая была, ей, ну, за 60 было, она плакала на взрыв. И это меня, ну, я испугался, думаю, что происходит. Говорю слова, она не слышит. Она не слышит, плачет, и как бы это, она сидит, укуталась одеялом и плачет на взрыв. И я отдал воды. Думаю, может, она успокоится, но она еще долго плакала. И когда она выплакалась, она сказала, с моей души упал большой камень. И она мне рассказала, говорит, у меня был такой грех, о котором я не могу сказать никому. И батюшка мне сказал, что, говорит, и пока я не исповедуюсь, я не могу не причащаться в церкви, не быть членом церкви. И, говорит, я последнее время не ходила в церковь, потому что я понимала, что в этот грех я рассказать никому не смогу. Ни одному человеку на этой земле. И сегодня днем я поняла, говорит, что Бог может простить меня, как дочь. Просто как отец прощает дочь, Он может простить меня без посредника. Без посредника. И это было для нее спасением. Она готова была умереть, но не рассказать этот грех при священнике. А мы знаем, что у православных исповедь, она всегда, ну, должен присутствовать священник. Да, и у католиков то же самое, да. Вообще, можно сказать, исповедь была этой женщине преградой для общения с Богом. Как появилась исповедь? Знаете, да, что в церкви до 452 года, ну, она появилась в католической церкви, это ясно. Ну, в 452 году Лев Первый, Папа Римский, он назван еще Великим, он ввел исповедь в церковь, в католическую церковь, но она была необязательной. И исповедовались перед священником, но это было необязательно. Но в 1215 году 4-й Латеранский собор решил сделать это обязательным для всех прихожан. И вот так вот в церковь проникло учение, которое принимается как за истину. Истинное учение и, ну, часто истина, она навязывается многим людям. Она может быть навязана священнослужителями, даже мнением из интернета. Тоже истина может быть навязана человеку. Есть мнение отцов в церкви, да, священнослужителей, там, имамы могут в мусульманстве, да, навязывать свое мнение, и оно может считаться, приниматься за истину. Но что есть истина? Помните, когда Пилат спросил у Иисуса, что есть истина? Я постоянно задаюсь вопросом себе, почему Иисус не ответил Пилату? Почему он не сказал ему, что это я истина? Хотя он говорил, я путь, истина и жизнь. Так говорил Иисус. Но Пилату он не сказал. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 18 главу. 18 глава, из 32 стиха, прочитаем. Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал, «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему, «Итак ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает глаза моего». И Пилат сказал ему, «Что есть истина?» Сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, «Я никакой вины не нахожу в нем». Если мы всмотримся в текст, то мы поймем, что Пилат и не хотел узнать истину, которую ему хотел преподнести Иисус. Он не хотел слышать ее, потому что мы читаем, да, Пилат спросил его, «Что есть истина?» и ушел. Он просто сказал, что у каждого человека есть своя истина. Ту истину, которой ты будешь говорить, она не похожа на мою истину, на ту истину, которую хотел услышать Пилат. Мы можем сказать, что в мире у каждого человека, наверное, неверующего, присутствует такое понимание своей истины, на котором он строит свое понимание жизни вообще. Но есть истина, которая не зависит от человека абсолютно. Есть истина, которая не зависит, знает ее человек или нет даже. Есть истина, которая существует независимо от того, как мы к ней относимся. Вот об этой истине я хотел бы сегодня поговорить. Писание нам раскрывает, что есть истина. Давайте мы откроем Писание и будем искать, что Писание принимает за истину. Итак, Иеремия, 10 глава, 10 стих. Если можно было бы это выводить, чтобы... Иеремия, 10 глава, 10 стих. Да, этот стих говорит, что «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». То есть, Писание говорит, что Бог есть истина. Бог Отец, да, есть истина. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 14 глава и 6 стих. Он гласит, «Иисус сказал Ему, «Я есть им путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Что говорит Иисус? Иисус говорит, «Я истина». 1 послание Иоанна, 5 глава и 6 стих. «Се есть Иисус Христос, пришедший водою, кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о Нем, потому что дух есть истина. Дух есть истина. Бог Отец, Иисус, Дух есть истина». Что еще Писание говорит? Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 17 глава и 17 стих. «Освети их истинною Твоею, слово Твое есть истина». Иисус, молясь Отцу, говорит, «Освети их словом Твоим, слово Твое есть истина». Итак, слово есть истина, да? И давайте мы откроем Псалом 118. Псалом 118 и 86 стих. Что он говорит? «Все заповеди Твои истина, несправедливо преследуют меня, помоги мне». Итак, заповеди и закон есть истина. Здесь мы можем, конечно, сказать, что суд тоже является истиной, да? Если, да, по закону, который есть истина, будет судим человек, то суд является тоже истиной. Вот это неприходящие истины, которые нам хочет передать Библия. Теперь часто в Библии даже вот, ну, человек находит такие места, которые сложны для него. И часто мы переводим и смотрим на эти стихи, как мы понимаем их. Например, мы все знаем, да, что православные переводили синодальный перевод, да? И они, конечно, переводили очень многие тексты так, как сами видели их, как сами понимали их. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна и 17 глава, первая глава и 17 стих. Смотрите, как он переведен здесь. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Не находите ничего вы в этом, что... чтобы... было... ну, сложное понимание этого текста. Вот так, как он сейчас переведен здесь, получается, что закон противопоставляется благодати и истине, которые произошли от Иисуса Христа потом. Да? Так же получается. и часто мы принимаем... Я посмотрел комментарии всех отцов в церкви этого текста. Они так и трактуют, что закон, в нем нету благодати истины. Но он противоречит тем текстам, которые мы читали, да? все заповеди истина. И они переводят, что закон, который был дан через Моисея, не был истиной, а вот потом благодать и истина пришли через Иисуса Христа. И вот это мнение, оно принимается за истину. истинно. Вот... Часто вот истина, она может быть мнением кого-то и преподнесено, как действительно истина. но такой не... она не может быть действительно истиной. Давайте мы прочитаем этот текст, как перевел его Кулаков. обрядовый закон. Нет. Не только закон же обрядовый дан был через Моисея. Через Моисея был и закон, который... Да, десятизавет. Да. Да. Хорошо. Скорее всего, там имеется вся Тора. Весь Ветхий Завет. Вот смотрите, как переведено здесь. Через Моисея закон был нам дан, а через Иисуса Христа явилась благодать с истиной. Они... Нет. Здесь чуть по-другому. Еще раз. Слушайтесь. Закон был дан нам... Через Моисея закон был нам дан, а через Иисуса Христа явилась благодать с истиной. И дальше благодать с истиной вместе явились. Но не говорится, что они не существовали до... Да? Они были явлены, явились. И смотрите, что явил Иисус? Иисус... Дальше, следующий текст, он говорит нам четко. Никто никогда Бога не видел, но единственный несравненный Сын, Бог, который у самого сердца Отца открыл Его нам. Что явил Иисус? Да, Он явил Отца. Он открыл Отца. Он донес до нас истину об Отце. Хорошо. Идем дальше. Когда-нибудь... Вы находили в Библии, чтобы проповедовалось об Отце, об Сыне, о Сыне, о Духе, и о Слове, и о Законе. Вы читали такие главы из Библии, когда в главе сразу проповедовалось об истине и о том, что я перечислил сейчас? Можете вспомнить? Когда Иисус говорил... Наверное, Иисус должен был свидетельствовать, да, вот об Отце, о Себе, о Духе, о Слове, о Заповедях. Когда Он должен был пойти на крест, Он говорил последние слова. Давайте мы откроем от Иоанна 14 главу. И мы здесь читаем, в принципе, во всей главе Иисус рассказывает и проповедует своим ученикам об Отце, о Себе, о Духе Святом, о Слове и о Законе. Смотрите, что Он говорит. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал Ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал Ему, «Я, Есим, путь истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал Ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольна для нас». Иисус сказал Ему, «Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?» «Слова, которые говорю Я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне, а если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю Вам, верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше их сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если им чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст Вам другого утешителя, и да пребудет с Вами вовек. Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А Вы знаете Его, ибо Он с Вами пребывает, и в Вас будет. Не оставлю Вас сиротами, приду к Вам. И еще немного, и мир уже не увидит Меня, а Вы увидите Меня. Я живу, и Вы будете жить. В тот день узнаете Вы, что Я в Отце Моем, и Вы во Мне, и Я в Вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам. Вот смотрите, где здесь Иисус говорит о том, что Бог есть истина, и Он есть истина? Где Он говорит, утверждает, что Бог есть истина? Веруйте в Бога, говорит, и веруйте в Меня. Что утверждает этим Иисус? Да. Он потом говорит, Я, Есим, путь истина и жизнь. Я открыл Вам Отца, Отец таков. Веруйте. Вот она истина, да? Где Он говорит, что Дух есть истина? Да, 16-17. Я умолю Отца и даст Вам другого утешителя, да пребудет с Вами вовек Духа истины, Который мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а Вы знаете Его, ибо Он с Вами пребывает и в Вас будет. Что о заповедях говорит здесь Иисус? «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди», Он говорит, да? «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Смотрите, что о Слове говорит Иисус. 10 стих. «Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?» говорит он Филиппу. И потом говорит, «Слова, которые говорю Я Вам, говорю не от Себя, Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». Также в 15 главе 7 стих о словах еще говорит, о слове говорит еще Иисус так. «Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Вот Иисус в Своей проповеди ученикам, перед тем, как их покинуть, Он говорит им об истине, в чем включает себя истина, да, о чем проповедь Иисуса, об Отце, о себе, о Духе, о Слове, да, и о заповедях. Знаете, также и апостолы, когда проповедовали, они всегда проповедовали, тематика та же была, об Отце, Сыне, Святом Духе, о Слове, о заповедях. Давайте мы откроем 1 Петра и прочитаем 1 глава, 1 глава с 13 стиха, нет, с 17 давайте, с 17. «И если вы называете Отцом Того, который нелицемерно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает во век, а это есть то Слово, которое вам проповедано. О чем говорит Петр здесь? Тоже об истине, да? Ну, он говорит об Отце, о Сыне, о Духе, да? послушанием истине через Духа, очистив души ваши. И о Слове. Слово, которое живо, действенно, да? И оно пребывает во век. Итак, на что мы должны опираться, когда мы говорим об истине, или что есть истина для нас? На что мы должны полагаться? Да. Да. Мне нравится подход от адвентистов. Солоскриптура. Только Слово, да, которое говорит, оно открывает нам Отца. Открывает Иисуса Христа, да? Открывает Духа, Духа, как Духа истины, да? Открывает нам заповеди. Что дает человеку познание истины? Мы говорим, да, Бог сказал Сам, познайте истину, она сделает вас свободными. Что дает человеку познание истины? Давайте познание Бога. Что дает человеку познание Бога? Что Бог мог обладать и людей на Бога. Хорошо. Еще что? Человек уверовал, он узнал о Боге все, он знает, да, его? Я горько, я душу. Ага, хорошо. Вот я верующий человек, мы урочник проходили, что мне дает познание Бога? мы говорим, у кого есть урочник испытания, да, как, что он дает нам? Преодолеть испытания. Он, это нас закаляет, да, познание Бога должно закалять человека, и он становится сильнее, да, познание Иисуса Христа, что дает человеку? Спасение. Спасение. Надежду. Пример жертвы. Да. А если я познаю Бога, но да, если я его познаю не в истинном свете, как, например, эта женщина, которая в поезде сидела, она представляла, каким она представляла себе Бога? Ну, она должна была сознаться, да, в своих грехах, она должна была перед кем-то это сделать, если нет, она готова была пойти в ад, где ее будут вечно сжигать. Каким представлен был Бог? Как вы думаете, можно устоять в паре с таким Богом в испытаниях? Значит, истина, она должна человека сделать сильнее, конечно. Да. Давайте мы откроем Ефесянам 6-я глава. Смотрите, что говорит Павел. Так, Ефесянам 6-я глава с 10-го по 18-й. Смотрите, что говорит Павел. «Несвидимую только с 10-го, извиняюсь, с 10-го. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте припоясав чресло вашей истинною и облекшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого и шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прощение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых. С кем воюем мы? Может ее победить человек? Да, сам человек не может. И что говорит Слово Божье? Что я должен сделать в первую очередь? Да. Вот смотрите, если мы читаем еще раз, чтобы противостоять в день злой и все преодолев устоять, я должен припоясать чресло моей истиной. Что значит припоясать чресло истиной? Какое оружие? Да, вот посмотрите, какие воины, когда он писал это послание, он был среди римских воинов. римские легионеры. Что такое поезд для легионера был? Знаете, что называется этот ремень цинглум милитари? Это было все равно, что погоны для нынешних офицеров и для солдат. И если вы припоясывались, он мог, когда он снимал ремень, он был простой гражданин. Штатус пока пологон. Да, 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 они ходили в такой же туники, как обычные люди. Шерстяная туника, обычная туника, которая потом связывалась здесь, да, одевался пояс, и этот пояс показывал, что он воин. Без оружия даже, если он с этим поясом ходил, это было показателем того, что он воин. Если этот ремень, за какие-то проступки этот ремень снимали с воина, как с погоны, потом, да, начали сдирать погоны, вот все равно, что в нашей армии, за что, да, снимали? То, что ты не принадлежишь советской армии, да, сейчас, в данный момент. Помните штрафные батальоны, они присутствовали во всех армиях, не только в советской, в германской, в английской, с них снимали погоны. Это означало, что этот человек ненадежен. И если этот человек шел в бой, за ним шли пулеметы, и они первыми шли в бой, и в любой момент они могли перебежать на ту сторону. Они были ненадежны для вот армии. Да, и когда апостол Павел говорит припоясаться истиной, о чем он говорит? Как вы думаете, что он имеет в виду, когда вы одеты, припоясались истиной? Чтобы вы не имели как бы статус христианин, потому что истина это наша жизнь. Да, и вы воин Христа только в тот момент, когда вы припоясались истиной. Когда вы припоясаны истиной, когда мы припоясаны истиной, мы являемся воинами Христа. Все остальное, что говорится здесь, если нет истины, оно не имеет смысла. Смотрите, если вы благовествуете не истину, то ноги обуйте во что хотите, если вы не будете благовествовать истину. Да? Если вы в броню праведности оденетесь, но вы не обладаете истиной, что будет? Да, я думаю, что апостол хотел показать, что воином Христа является тот, кто припоясан истиной. Припоясан это значит, он является воином Христа. И вы воин Христа, когда вы обладаете истиной и познаете ее. Но что будет с человеком, если он не будет познавать истину? Вот например, мы до конца не знаем истину об Отце, не знаем истину об Иисусе Христе, не знаем о Духе Святом истину. Что будет с таким человеком, который до конца не знает истину? Кто не разобрался, кто шатается в этом, что будет с этим человеком? Написано, что он не устоит. Да, мы же читаем, да, здесь, для сего примите все оружие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Истина имеет огромное значение и ее познать можно вот он. Да, да. Еще один момент, который я хотел бы, почему Иоанн написал это все? Мы читали Евангелие от Иоанна почти и смотрите, что говорит Иисус. Иудеи говорят, что наш отец Моисей и он заповедал нам соблюдать закон. Мы никогда не были рабами, да, помните этот разговор? И восьмая глава, что ответил Иисусом? Ваш отец дьявол и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. «Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне». Братья и сестры, очень важно истину знать, истину понимать, а это все мы можем найти только из Слова Божьего. И никакие мнения отцов церкви не должны превалировать над Писанием. Евангелие от Иоанна, восьмая глава из тридцать первого стиха. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Аврамова и не были рабами никогда, никому никогда, так же ты говоришь, сделаетесь свободными». Иисус 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 отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Аминь. Я хотел бы, чтобы мы вместе в конце помолились о том, чтобы Бог открывался нам из Священного Писания. Без Святого Духа понять Писание невозможно, так написано в Писании, о присутствии Духа. Когда мы читаем Писание, чтобы Дух руководил нашим мышлением, чтобы мы могли понимать Его так, как здесь написано, то, что хотел Бог донести, не привнося в Него ничего Своего. Аминь. Давайте помолимся.